дорогие друзья всем привет привет наш midnight лофт прямом эфире лофт терапия продолжается гости все более и более интересные все более и более новые мы проверяем как общее состояние так сказать общий тонус в нашем музыкальном мире мы проверяем как вы дорогие друзья как у вас дела насколько вы продуктивные или может быть перефразирую насколько хорошо вы наоборот отдыхаете что вообще нового происходит сегодня у нас в гостях дмитрий маслеев который не нуждается конечно же в моем представлении я знаю что вы его ждете и вот буквально через несколько секунд он появится здесь в нашей импровизированной студии вот если конечно я смогу нажать на эту кнопочку так что опять он не работает да ты что ничего себе вот это да вот это засада придется отдуваться одной почему так то вот поэтому нужно было проверять связь сейчас телефон работает может быть через твой сейчас будет такой нежданчик сейчас да я я вырублю окей вам расскажу что столько новых идей появляется в воздухе мы общаемся с музыкантами просто 24 часа в сутки столько генерируется новых идей как не просто себя занять на самоизоляции а как сделать так чтобы наша деятельность концертная продолжалась причем продолжалась успешно и интересно и вообще для того чтобы не то что не заржаветь для того чтобы придумать какие-то новые сплавы и виды искусства друзья сколько вас много как приятно вас здесь всех видеть на самом деле вы знаете вот вчера звучали интересные такие новости которые немножко шокировали с друзьями дело в том что такой есть слух в европе что якобы концертная деятельность в реале будет отложена почти на полтора года конечно никто этого не хочет слышать никто в это не хочет верить но тем не менее так получается что нужно быть готовым к худшему именно поэтому я здесь для того чтобы продолжать генировать какие-то идеи и создавать с вами новое опоре для деятельности ну когда если не сейчас потому что сейчас мир экспериментов так ну вот работает ну отлично ты под видом марии бобриной но в принципе ничего страшного я думаю так так друзья нужно короче говоря сориентироваться в наших сегодня связях вот кто где из какого аккаунта дима как дела как самоизоляция как этот интересный период проходит однообразно но сейчас уже прошел месяц я понимаю что настроение наверное ну как бы скачет да и сохранять нет я мне абсолютно нормально ничего нигде не скачет я не скачу но чем ты занимаешься то есть насколько тебе удается вообще заниматься как бы концертными какими-то вещами то есть я имею ввиду там учить программу или ты в какой-то момент забил и решил просто для себя провести этот период с пользой по-человечески без пользы нет ну конечно каждый день у рояля все нормально но не так много как хотелось бы все же соседи и вот это вот все ну а соседи подожди но может с десяти утра до десяти вечера радовать их ну нет конечно но никто тебе не даст с десяти утра и до десяти вечера у меня послушные соседи что же ты там такое им играешь что они так и так яростно реагируют но хотя бы часов шесть позволяют там позаниматься 336 но и все равно стоит сказать я же без звука занимаюсь я же стучу в наушниках но даже этот звук он на самом деле очень громкий все равно все не очень хорошо ладно смотрю тетен кино смотрю понятно слушайте по поводу онлайн жизни но по поводу ем я сейчас попозже тебе задам конечно краеугольный вопрос потому что я немножко оказалась в курсе как и половина инстаграма по всей видимости слушай вот ты же ходишь да в гости онлайн сегодня вот выпуск ну наш совместный он уже далеко не первый на роль а всего лишь я думала там у тебя уже такой послужной список сейчас будет в пол у меня почетная семья ничего себе как здорово слушай что такое почему все отдыхают причем формате такой знаешь ненапряжной беседы можно наконец-то как-то покреативить потому что так будем откровенны в реальной жизни мы встречаемся крайне редко верно а сейчас вот как бы есть поле для деятельности ну вот так вот в режиме видеоконференции вот я так плавно подхожу под такой вот первый вопрос который меня очень заинтересовал с другими музыкантами вот скажи пожалуйста у тебя же записано несколько дисков насколько я знаю ну два есть это на лейбле мелодия верно да вот скажи мне вот такой вот интересный отрезок когда все переведено в цифру да и мы не можем давать такие вот именно публичные выступления все общем в одной лодке насколько это здорово и вообще насколько как бы сейчас продажи взлетели как бы айтюз взрывается как как это сейчас происходит то есть люди хотят слушать допустим музыку это как-то отражается допустим там на продажах на повышенном интересе к тому что существует в онлайне я поясню свой вопрос дело в том что музыка наверное это такое вот одно или по крайней мере достаточно ну да скорее всего одно из искусств которая в принципе очень тяжело представить какой-то физический носитель для то есть у нас нет такого материального эквивалента и получается что мы в общем вот с этим напряг и только есть диски там какие-то может быть циклы лекции так далее так далее что есть для вот онлайн каких-то вещей вот насколько это сейчас активно вообще продается еще пользуется спросом я думаю тут лучше у мелодию самой спросить я вообще к статистике даже доступа никакого не имею ничего не знаю что что там и как они продали хорошо но ты сам как думаешь вот у людей там я думаю что сейчас у онлайн кинотеатров подписчиков добавилось у всех остальных все плохо то есть ты скептически до смотришь как бы да абсолютно на мои вопросы ну тогда у меня просто нет шансов ты буквально меня разнесешь так с первых слов чтобы я у тебя не спрашивала ну допустим хорошо но я все равно попытаюсь понимаешь я такой человек я азартный игрок я буду все равно стараться вот смотри опять же тебя знают все да сейчас концертов нет повторюсь а вот если допустим зайти со стороны мастер-класса вот к тебе обращаются сейчас люди которые вот всю жизнь хотели вот с тобой позаниматься но сейчас невозможно вряд ли хотя бы в онлайн хоть как-то вообще вот тебя выцепить прикоснуться к тому что ты делаешь да нет мы как раз хотели 6 апреля сделать оффлайн мастер-класс в ямаха центре вот ну естественно все это заглохло что-то вот онлайн проводить я честно говоря но у меня был опыт был смысле был опыт там занятий с учениками через ну через телефон там через видеосвязь но это прям ну вообще так себе история ну я понимаю но просто для того чтобы держать себя в тонусе тоже как бы не только там расслабляться и заниматься но если понимаешь о чем я к тому же другим людям это ну может тоже как бы дать какой-то толчок то есть понимаешь ну вот без лишней претензии все таки у меня вот лофт терапия мы пытаемся поддержать всех сразу вот может быть в этом есть какой-то смысл даже вот просто просветительский там не знаю ну поддержать друзей поддержать там каких-то учеников там подрастающие поколения а потом когда мы уже выйдем обычно меня никто не просил я никому не навязывался вот так дорогие друзья это большое упущение я считаю что у вас сегодня эксклюзивная возможность вы можете предложить после прямого эфира такую но почему нет дима потом расскажешь кто кто обратился слушай ну вот возвращаясь как бы к реальной жизни к жизни простой мы сейчас в общем все у нас такой наш день сурка с оттенками хорошо если с какими-то оттенками но меняется еда меняется пейзаж за окном ну погода менять каждые пять минут вот я как и многие заметила что у тебя есть действительно увлечение приготовления пищи причем такое достаточно серьезное ну насколько ты сейчас преуспел я ну я сейчас просто наслаждаюсь я преуспел вот как жил в общаге вот за восемь лет я преуспел вот сейчас ну но иногда выкладываю stories да нет ну просто это не просто stories это баттлы потому что человек который сейчас рядом с тобой а точнее там маша она же тоже принимает как бы такое вот участие даже свои есть хэштеги филипп начал и это к нему все вопросы но это же очень хорошее увлечение сейчас как никогда в тренде потому что вы можете показать что вы были как бы готовы заранее то есть еще до того как готовка стала мейнстримом музыкантов вынужденная мера вы уже как бы были на коне есть такое конечно конечно вот и главное чтобы продукты были чтобы а что самая любимая вот и ставнук допустим продукты есть вот ты готовишь там пасту серьезные вещи что у тебя самое любимое у меня в итальянской кухне конечно не ровно дышу все все равно мне больше нравится традиционно такая русская домашняя ну борщи я не варю но вот картошечку пожарить это самое то а маша варит борщи да 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 понятно ладно хорошо но это такое упущение видишь можно научиться за вот это вот время изоляции как раз да да понятно слушай но это по поводу онлайн концертов ты был один один из немногих счастливцев которые успели сыграть я так понимаю филармония тот самый да вот домашний ну слушай я был таким полу счастливца мы все равно мы не успели сделать это онлайн мы это записали буквально за два часа до начала вот всеобщего карантина и естественно одним дублем все вот как как есть как есть и потом это все пошел в эфир вот я как и чувствовал мне поэтому было это интересно узнать что вроде как они объявили но как будто бы ты еще вот этот последний вагон успел таким образом они сделать чтобы заготовка была такая ну понятно экстремально я как ты вообще относишься вот к тому что сейчас проходит онлайн концерты то есть два вопроса ну поскольку я знаю как ты относишься как бы к технической стороне что в принципе в этом очень хорошо разбираешься как там что пишется да вот эти вот камеры у тебя есть тоже такого как бы легкого увлечения вот ты бы стал сам у себя такой селф стрим делать ну из дома ой слушай я до однозначно да но возможности так и нет то есть сейчас в этот период это невозможно да нет абсолютно да это очень жаль потому что у меня была бы такая скрытая надежда потому что мы я так понимаю что штативы там есть там что то такое вот ну понятно ясно 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 слышал такую интересную вещь в сети появилась тоже по поводу фотографии правда вот буквально на днях меня точно заинтересовало люди проводят фотосессии онлайн то есть открывается фейстайм у двух как бы пассажиров представляется к этому делу профессиональная камера мне это безумно заинтересовало потому что там одно из первых участниц по моему это называется даже хэштег arts in time of corona или что-то такое синди кроуфорд синди кроуфорд стала одной из первых моделей которые вот так вот отсняли причем получилось не хуже чем вот на обычных фотосессиях то есть мысль в том что человек сам ставит там как-то штатив куда-то закрепляет там этот телефон и сквозь объектив камеры телефонные человек на другом конце как бы фотограф делать вот эти вот самые снимки и получаются очень интересные такие экспериментальные работы поскольку я знаю что человек увлеченный в этой теме не особо понимаю как это интересно да я тебе просто советую там посмотреть открыть потому что мне кажется что это настолько вот ну просто взрыв мозга то есть я бы до такого не додумалась мне кажется что вот эти все тоже на профессии связанные с искусством да но сейчас они по понятным причинам не совсем да они на паузу поставлены но но посмотри как это сделать я обязательно посмотрю но я пока натыкался в основном на там под хэштегом низу изоляции или что там типа того да очень много фото под разные картины и вот сегодня очень здоровская там фотография монализа была очень очень классно а у нас наши коллеги отсюда тоже одна девушка выложила фотографию типа портят бетховена тоже попадание в десятку потому что она как бы девушка а там бетховен но вот очень похоже прям хорошо то есть но это надо заморочиться а ты бы таким стал заниматься то есть будь тебя там время желание ну думаю да а то есть еще все впереди то есть тебя можно ждать все впереди карантин еще о сколько будет да да а ну начале десятилетнего карантина не ну что ты знаешь давай рассказывай сбудоражим аудиторию да нет я слава богу ничего не знаю а ты еще просто кого-то работаешь пароль и яхте все сдам ну да я бы нужно же как-то выживать понимаешь вот я смотрю я не могу понять твоего настроение видимо такое как бы на у меня абсолютно нормальное настроение в плане того что я сижу дома и я не такой человек что мне вот сейчас безумно там не хватает нужно выйти на улицу вот это все это хорошо когда ты есть и я выхожу и много езжу и абсолютно нормально себя чувствую в поездках но и в то же время я абсолютно нормально себя чувствую там месяц дома прожив ну а как то вот допустим все равно вот свою досугу организуешь ты говоришь ты смотришь фильмы ну получается весьма однообразно да то есть встаешь готовишь смотришь за едой и занимаешься в дневное время а спорт да подожди подожди в каком виде то есть вот это вот типа там нет такого нету но вот что позволяет просто наличие я не знаю просто свободного места пары квадратных метров не ну понятно что никто не любит делать это вот утреннюю зарядку там приседаешь и там отжимаешься тут и зарядка правда она вечерняя она часов там восемь в десять начинается а графика я соблюдаешь и вот там тебе говорят что нужно делать прорекламирую око да а все потому что на око есть концерты московской шивармонии естественно ничего не бывает случайно то есть каждое слово взвешено ребята если что как бы за рекламу давайте в этом аккаунт пожалуйста слушать дима мы вот тут с музыкантами тоже все обсуждаем как насколько перспективно развивать как ты считаешь вот у тебя просто редкий случай для музыкантов смех в зале больше тысячи подписчиков то есть ты вот в этом флешмобе который мы запустили на фейсбуке не нуждаешься вот расскажи как счастливый обладатель что это за шляпа я не счастливый обладатель меня в инстаграме только что там не помню 7 700 или что-то что-то около там как вес прозвучало 7 700 да мы очень кстати это очень частая тема для обсуждений среди среди вот ровесников музыкантов но ну ты же понимаешь у меня не праздное любопытство на самом деле ничем хорошим эти разговоры никогда не заканчиваются вот что это значит если бы с тобой сейчас говорили без я бы сказал нет ну подожди вопрос очень простой вот смотри люди стремятся я начала с ютуба вот давай просто по полочкам правда и мне самой интересно ютуб я вообще никак ничего туда не пошел он просто есть и все да но при этом у тебя есть количество топ подписчиков которые позволяют тебе например там вести онлайн трансляции забивать контент и как-то допустим даже это по минимальными монетизировать вот кстати вот это вот тема как бы насколько это там опять же выгодно почему этим интересуются люди по понятным причинам они лишились работы как бы они понимают что их золотого парашюта надолго не хватит поэтому вопрос не праздный ты как обладатель может ответить на этот вопрос вот скажи насколько это вообще стоит заморачиваться потому что люди активно начали этот флешмоб то есть мне просто интересно даже с менеджерской точки зрения ну мне кажется что как-то монетизировать это ну если ты прям занимаешься этим ну не 24 на 7 конечно но прям основной работы делаешь тогда когда количество подписчиков за 100 тысяч что очень сложно особенно при нашем виде контент так скажем это очень сложно и ну я просто для себя в этом смысла не вижу вот и именно пытаться что-то делать монетизирует никто не спорит то что очень было бы круто если там подписывалось больше народу или после каждого концерта хотя бы там 30 процентов послушавший концерт который вам понравилось все равно никто потом не заходит в соцсети кстати говоря ну и в общем то здорово в плане того что лучше они купят билет придут на концерт послушают живой концерт чем какие-то там минутные истории в инстаграме я с тобой согласна но так было как бы в прошлой жизни до того что произошло да да но дим понимаешь будем откровенны если мы вернемся в эту историю вопросов вообще нет забудь что просто был этот онлайн как говорится да но если будет не так и как бы просто жизнь начнет резко меняться да все будет реально оцифровываться и как бы может быть и останутся живой концерт но как может быть иначе мы себе просто представить не можем другого сценария да но если это будет как-то компоноваться все таки то есть какую-то часть можно ли этой деятельности как ты считаешь может быть есть какое-то свое решение потому что эти предлагаю свои какие-то да вот ну мысли но может быть ты думал решение нет я искушительно жду пока все выйдет на круги свои обратные а вот флешмобы которые чисто музыкантские запускают опять же для того чтобы поддержать тех людей которые не садятся за рояль то есть почему для меня это интересно и важно мне кажется что знаешь вот я по-моему всем одну и ту же фразу говорю что мы садимся и у нас есть какая-то вот рефлексия выход там куда-то и вот эти все проблемы ну то есть люди же разные да кого-то вот изнутри вот так вот калашматит все это время целый месяц да им не хватает воздуха им не хватает культурной жизни они просто не могут сидеть на диване у людей допустим активная жизненная позиция да все заперто вот почему музыкант начинает записывать да вот эти вот ролики поддержки не словесно не бла-бла а вот ну какая-то музыка да что вот я тоже сижу вот я занимаюсь своим делом держитесь вот таком принять участие это же чисто наше музыкантское ты бы принял под определенными но по-моему я записал уже несколько подобных штук ну еще да от меня уже требует я все время забываю а это какие-то это какие-то порталы в смысле требуют да нет ну просто вот скажем я попросили вчера написал дирижер из года лохары поддержать я как раз играл там в прошлом сезоне и вот поддержать слушателей которые приходили на концерт которые сейчас не имеют возможности что вот мы с вами в одной лодке ну ты как бы к этому сырую не относишься я понимаю но тем не менее мне кажется что в этом ничего такого нет хотя я понимаю и наше общее состояние что может быть и не хочется и в этом как бы определенного смысла как будто бы нет ну почему бы не сделать что-то доброе если можно это сделать ну да сидя на диване вот у меня просто такая позиция а вот скажи пожалуйста вот как ты считаешь вот всегда смеялись помнишь когда в реальной жизни над композиторами говорят ну кому хуже всего в специальности да ну пианистам тяжело но хуже всего композиторам современным а что если сегодня вот на сегодня ну не каждому нет ну учитывая какое их количество как бы им в принципе ну вот все ждут пока он там откидется и вот был ли он великим грубо говоря да вот какая-то такая история а что если я тебе скажу что вот мне пока я как бы вот шла и брала в руки телефон и вставила его на две колонки если бы ты в эту конструкцию ты бы ахнул просто как у нас сейчас здесь стоит я поняла что есть единственная вещь которая не прикрылась вот из интерактива знаешь какая видеоигры видеоигры онлайн игры которые под ужасную музыку обычно выполняются и не важно там бродилки стрелялки симуляторы жизни черт знает что не важно важно то что теоретически каждый из композиторов может написать какой-то музон не обязательно вот такой вот а что то такое вот подложить вот это классическое например ну там псевдоклассическое не знаю как тебе такая вот вдруг вот не знаю почему не но я поскольку не композитор и я могу только со своей какой-то колокольни судить у меня конечно есть мысли по этому поводу и в принципе не раз там высказывал какие-то дружеские беседы что ну по крайней мере сейчас вот пытаться сочинять для исполнения в концертных залах вот ну скажем там конкретно симфоническую музыку симфонии на 40 минут это настолько сложный путь что практически невозможный потому что ну конкурировать с композиторами прошлого и вообще ну в общем очень сложно если хотеть чтобы твою музыку слушали или слышали то ну вот первый пример там киномузыка к примеру вот где надо что-то новое постоянно необходимо прям прям талантливый потому что непонятно кто кто берет музыку очень часто слышишь просто там уши вянутся поэтому я не знаю почему почему так происходит почему все пытаются именно для концертных залов для концертов вот как-то более в прикладную часть попробовать но но опять же я же не занимаюсь этим поэтому точно сказать не могу ну а у меня к тебе этот вопрос возникли потому что этим должен заниматься просто потому что это единственная часть как бы интерактива как я уже сказала в этой вот активной жизни которая изначально существовала в сети потому что ну как бы это же это же онлайн или видеоигры то есть как бы они сопряжены с технологиями потому что все остальное то что ты озвучил это конечно правильно все совершенно верно я тоже с тобой солидарна что кино нуждается хороших композиторах но просто киноиндустрия сейчас в общем-то в том же месте где где вся культура поэтому не будем называть это глубокое место вот нет ну если пройтись допустим не нужны конкретные съемочные площадки то ну видеоиндустрия да сейчас люди которые могут работать на удаленке они наверное работают ну часть работы это все больше возвращается потому что они находят какие-то ну опции в разных профессиях разные вещи возможны ну а сейчас по самым оптимистичным прогнозам вот по я знаю я не хочу как бы негативить да но просто вот ну так на вскидку следующий сезон или все-таки еще кусок хотя бы я вообще я я сейчас учу новое произведение которое ни разу не играло к 13 мая если это отменится то я прям буду не очень доволен это в москве но тут еще надежда есть потому что вроде как ехать никуда не надо и границы откроет не откроется и не будет важно вот но я надеюсь что к середине лета вот скажем июнь еще пройдет конечно вот но я надеюсь что к июлю уже откроется и даже можно будет съездить и сыграть что-нибудь будем надеяться будем надеяться потому что на самом деле уже всем очень весело и как бы мы каждый день это обсуждаем но лучше не становится понятно уже а вот по поводу книг вот ты читаешь сейчас или нет нет данный момент уже нет почему нет я просто посмеялся потому что у меня тут книга очень толстая тысяча и один одна фотография которую вы должны увидеть перед смертью ну я ее проштедировал а сейчас она у меня как элемент занятия зарядкой то есть это груз такой да типа в руку ну там да есть некоторые упражнения которые надо выполнять с чем-то вот не ну она тихо ленькая такая килограмма два наверно понятно а потом можно положить ее на голову и продефилировать чтобы ровно идти знаешь тоже у всех проблемы все сутурицы там вечно и как бы вот по прямой ну а принимая во внимание как бы весь контекст ситуации уже сразу с мусорным пакетом пардон как бы вот дефиле как я говорю до ближайшей урны да но это это забавно это интересно все то что нас сейчас окружает но знаешь с одной стороны я тебя понимаю тебе не хочется даже вот как говорится думать о том что все как-то может сложиться ну да и менять ничего не хочется и как-то и не может то есть я пока действительно просто нахожусь в режиме ожидания вот чтоб все но все таки вот я попростаю к тебе еще с одним вопросом знаешь вот ты же как бы ну как в принципе ну точно образованный человек понимаешь то есть когда ты выходишь на сцену да то есть ты сидишь как бы ты играешь ты выполняешь вот ну как бы все как должно это быть то есть полностью да соблюдаешь весь этот заявленный формат скажем так и как правило ну вот люди совершенно да остаются в стороне вот от твоих каких-то вот мыслей да да то есть знаний вы которые ты можешь именно словесно да вот ну как правило только в рамках не знаю каких-то мастер-классов или еще чего то но это тоже совершенно другая история а вот если бы тебе ну предложили просто да подумать на тему того что опять же может быть какой-то свой контент просветительский для работы с аудиторией вот именно в таких условиях когда невозможно давать концерты вот например выбрать программу дали там одно какое-то произведение которое тебе лично вот интересно тебе хочется его каким-то образом я уже не знаю каким вот как-то разобрать ты бы вот ну принял бы этот челлендж как вызов тебе было бы это интересно ну я бы скорее всего нет мне как-то лениво говорить что-то анализировать я не очень люблю особенно словесном формате так что в общем я бы как я бы отказался понятно я очень скучен о чем ты скучаешь что ты там хотел сказать что ты хотел сказать тебе переделом нет я говорю я очень скучен в этом плане а очень скучен ну нет это в принципе твое право потому что ты знаешь как бы люди по-разному реагируют на эту ситуацию как бы кто-то просто ждет это всего лишь выбор вот я например не могу просто ждать мне кажется что это ну как хорошо если будет так ты понимаешь я же с тобой солидарна в принципе ну а если будет не так всегда должна быть какая-то защита понимаешь от дурака как говорится фу 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 нет ну просто понимаешь музыканты же говорят вообще о страшных вещах они говорят о том что там не знаю яндекс доставка там деливери клав принимают на работу ну то есть такие вот вещи это вот крайности ты понимаешь ну да курьеры нужны сейчас но я же не об этом с тобой говорю я тебе не такие вещи предлагаю я просто говорю что чтобы было я не люблю это сослагательное наклонение да если бы просто ну пришлось бы мыслить свою профессию вот именно в этот период ну без выхода на сцену то что бы ты делал вот такой вопрос но тебе нужно при этом оставаться пианистом понимаешь вот условия игры что бы ты делал я боюсь у меня на самом деле мало навыков к тому чтобы прямо сделать ну вот какой-то ну вот допустим у меня есть желание но у меня действительно мало навыков и способностей к тому чтобы скажем ежедневно выпускать какой-нибудь там 10-минутной роли с каким-нибудь произведением с бла-бла чтобы было это интересно ну можно не каждый день можно раз в неделю это уже будет ну или периодичность с какой-то периодичностью конкретной ну почему ты как бы ты на самом деле не до конца искренне знаешь почему потому что у тебя же есть концертное расписание которое ты соблюдаешь ты же не можешь сказать ой извините сегодня я короче вот никак вот два концерта подряд вот извините но вот сегодня настроение у доброй феи не сложилось поэтому я не пойду я не пойду я не пойду я отказываюсь зовите замену причем за пять минут до ну то есть я просто к тому что видишь это не совсем так то есть если ты себе составляешь расписание я уверена что к этому можно относиться как к концертному графику то есть найти какой-то компромисс ну не знаю прости господи со своей совестью что ли ну может быть может быть но но для меня все же гораздо лучше когда что-то очень хорошо подготовленное снято перемонтированное но это все очень отнимает много времени вот мои вот эти прошлогодние или когда это было опыты они просто не приносят того выхлопа если посмотреть сколько ты сил на это затратил но какое-то удовлетворение собственно на то что ты сделал там тебе не стыдно за это это было здорово но но ни к чему как бы это не привело это просто случилось и все слушай а вот были ли у тебя в жизни ну вот в реальности получается да буду реальность спрашивать опыты когда вот например это был не просто концерт а это был какой-то вот сплав искусств то есть может быть с перформансом там или какой-то театральной составляющей вообще вот за всю твою жизнь я не говорю что за последние 4 года непременно потому что наверное сейчас вряд ли хотя вот кто знает за рубежом много чего делают такого что знаешь оно же по качеству ну ты знаешь этот закон когда ни одна из частей целого сплава этого разного не просаживается да то тогда получается нечто ведь это очень качественно и это ну что-то новое и привлекают к этому именно молодых да как бы известных пианистов ну-ка как у тебя с этим все мои опыты какие-то не концертные не чистые концертные исполнительства это было весьма странно ну когда-то очень очень давно но я кстати даже в одном спектакле играл и пел но это было очень давно и неправда а что это было за спектакль ну это прям детский был спектакль и я был ребенок еще так что давно это было ну вот знаешь я расскажу это было прикольно потому что год или полтора назад мы тогда в Ярославле открывали год театра и я должен был играть значит на рояле на сцене передо мной актриса читала стихотворение я должен был так тихо там играть скажем Элегию Рахманинова потом она заканчивает и я продолжаю все как надо мы даже отрепетировали все было хорошо но меня поразил непрофессионализм людей которые там за сцены как-то отвечали ну оказывается рояль можно открыть я сейчас как бы это объяснить то ну вот когда крышку открывает его сначала вот так а потом полностью открывает ну так вот я вышел на сцену а крышка была открыта вот она написала надо мной сейчас на меня упадет вот и опыт был не очень удачный потому что как-то по-моему даже видео сохранилось как да как только закончила читать стихотворение актриса у меня еще было пять минут в запасе я должен был играть а тут на сцену вышли выдущие вот прям передо мной начали значит следующий номер объявлять я все играю когда надо мне не надо заканчивать и на меня опускают кулису вот вот это весь мой опыт соединения искусств да но дима опять опять не совпадает опять я как бы с тобой соглашусь классная история такая да про непрофессионалов ужасно ужасающе но смотри что я вспомнила совсем недавно в январе да в большом зале консерватории ты устроил вот буквально перфоманс играя концерт соль ну второе отделение сейчас пока не буду временно вспоминать но вот первое отделение по понятным причинам потому что там дядя был дурной значит смотри намекаю тебе я перечислила до этого искусства которые ну такие динамичные а здесь вот ты получается тебе есть что-то такое что вот не знаю ты любишь видимо играть с атмосферой для тебя вот эта вот атмосферность погружение как для ну креативного человека это вот важно оно к тебе отзывается так вот смотри даже за неимением да там сцены в принципе ведь можно создавать какие-то вещи то есть что нужно для атмосферы ну ты лучше меня знаешь какой там свет и как можно со светом а свет ведь это очень простая вещь играть то есть даже вот мы начали с того что ты сказал в принципе да вот при прочих равных я такой человек что я не против там был бы провести онлайн концерт из дома да даже дома можно создать такую атмосферу что будет казаться что елки-палки ну там не то что заморочился это бывает делаешь ну ты же знаешь буквально два там щелчка и у тебя уже другое вот как себе ну нет обычно на самом деле на это уходит очень много времени если готовить это 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 такое наверное ощущение что на коленке может быть нет я не говорю про на коленке нет я не это имела ввиду что бывают даже какие-то простые вот ну вещи вдруг они работают ну да я понимаю что надо заморочиться но бывает и так и так вот как тебе это может быть так надо поэкспериментировать это по тебе не точно было бы интересно так у нас завис эфир алло у нас завис эфир что ли еще раз так ребят у нас видимо завис эфир сейчас еще раз попробуем я тогда Маше отсылаю запрос потому что что-то у Димы с телефоном так попробуем друзья вы можете задать вопросы какие-то задать вопросы не стесняйтесь потому что видите у нас напряженный разговор достаточно сегодня потому что ну сколько людей столько и мнений да собственно все в одном положении все в одной лодке тем не менее реакты у всех на происходящее совершенно разные поэтому вот то что говорит Дима как это все происходит это конечно ну все правда да я не скрою что есть конечно во всей ну как это бочка бочка дегтя да и в ней есть наверняка какая-то ложечка меда но опять же для каждого она своя если вообще есть я не знаю что произошло бывает да ну так что вот возвращаясь к этой светотени ну в общем я на самом деле люблю темноту для меня это слегка такой отрыв от реальности и если какие-то аналогии проводить ну вот я был на неких полу театральных постановках и где света было слишком много либо даже музыкальных концертов где света было слишком много где где публика там освещена скажем и теряется вот это чувство когда ты полностью погружаешься вот тот мир который тебе предлагают там со сцены я поэтому чаще слушаю концерты там закрытыми глазами чтобы ну вот как бы меньше меньше отвлекало все и я хотел предложить это вот публике но не всем понравилось хотя мне все кто писал и нет мы вынуждены были включить во втором отделении свет потому что там успели ну как бы ну зато в первом отделении все равно у нас получилось я очень рад не ты знаешь я должна сказать вот как бы я понимала к чему себя готовить но если честно никогда в жизни не была в языка в такой атмосфере и я лично считаю это очень позитивным опытом да я согласна что люди они как бы знаешь на самом деле очень узко смотрят какие-то вещи ну да как бы академическая сцена там да вот это вот весь этот пафос который ну вокруг всего этого существует но собственно мы только выключили свет да ну как бы что изменилось да ничего если тот же самый пианист да как бы просто немножко больше фантазии в этом немножко больше погружения ну ты знаешь мне это близко это на мне буквально написано потому что лофт собственно надо ну ты как бы прекрасно понимаешь что там у меня вообще происходит вот а кстати к вопросу вот я недавно я уже даже честно не помню как мой задавал этот вопрос но мне показалось тоже такой ну не то что наболевший актуальной темой а как ты вот вообще любишь коммуницировать со своей ди memoria то есть вот смотри есть люди да друзья которые приходят на концерт ну это все понятно есть аудитория с которой ты изначально незнаком но вот знаешь фанаты они приходят один раз поздоровались, второй раз, еще что-то, но как-то они примелькались уже. В какой-то момент они становятся знакомыми. Ну и вот так далее, так далее, так далее. Как бы ты бы предпочел... Люди же хотят какого-то общения, хотят какого-то даже не столько бэкстейджа, подойти, пожать руку, а больше узнать. Вот если бы тебе предложили как-то немножко раскрыться, что-то такого рассказать, как-то с ними коммуницировать, что бы ты предпочел? Вот даже на своем примере могу сказать, что, честно сказать, месяц назад я в жизни не могла себе представить, что я буду сидеть в онлайне, да, я буду разговаривать как бы с людьми для себя очень как бы знакомыми и интересными, но я не думала, что я на это способна. Ну так, к слову. Видеоконференция, да, но это за кулисами, да, вот когда смотрит количество человек, все-таки немножко это по-другому. Вот у меня такая коммуникация сейчас, а вот тебе что ближе? Ну, я всегда, на самом деле, рад пообщаться за сценой после концерта и даже, кстати, ты себя никогда не чувствуешь суперусталым после концерта, вот буквально первые там вот эти 40 минут, потому что на адреналине и наоборот, вот ищешь какой-то выход и вполне там можно со всеми поговорить успеть и мне нравится, когда там заходит за сцену. Но для меня вот ну, хорошо, когда... Ну, я сейчас... Кто-то ведет блог, например, да? Это как такой, как пример, может быть, тебе не близкий. Кто-то начинает вести музыкальные дневники, но вот знаешь, не то, что там а-ля Рихтер, а-ля Прокофьев, но может быть и так кто-то печатает там книгу, да? Да, кого-то, может быть, потом и сдадут. Да, я просто к тому, что кто-то пишет мемуары, но то есть это все равно коммуникация, понимаешь? Людям интересно узнать немножко больше, чем написано в твоей биографии, что совершенно естественно, потому что, знаешь, когда, ну, я не знаю, смотрела первый онлайн, да, вот у тебя он был другим человеком, ну, как бы там мое мнение, да, то есть, в принципе, нового для себя я узнала немного. Ну, хотя я искренне зашла вот просто как человек, да, вот я представила, что я тебя вообще не знаю, ну, знаю, как ты играешь, все, вот на этом все заканчивается. И вот, то есть, понимаешь, мы упираемся вот в эти вот вещи, которые уже напечатаны сто раз, неважно, как там поменяли абзацы местами, но, в общем, судя по этому не меняется. А вот для того, чтобы, может быть, твое отношение к каким-то вещам больше прочитать, вот с кем ты там общаешься, что тебе нравится, что тебе не нравится, и людям это очень интересно, хотя такая безобидная вроде как информация, это же, да, они, я так понимаю, это все-таки не вмешательство в какой-то личной а пространстве личной жизни. Вот, что, какой тебе из форматов, вот, по крайней мере, из тех, которые я перечислила, был бы, ну, ближе, интереснее? Я вообще не привык как-то что-то там описывать из своей жизни и что-то рассказывать. То есть ты считаешь, что это лишнее, да, вообще? Ну, я не считаю, что это лишнее, это есть, то есть это и интересует людей, в какой-то степени. Понятно, что это все равно второстепенно. Естественно. Естественно. А, слушай, а вот твое отношение к критике, которая у нас не существует и существует за рубежом, вот, к журналистам, к тем, которые пишут потом об этих концертах. Вот твое отношение не к конкретным людям, а вот вообще к этой опции, насколько это хорошо или плохо сделано в России в общем своей, в общей своей массе, за рубежом, есть ли разница вообще? Ты расскажи. Как-то это очень странно, потому что сразу вспоминаются какие-то очень странные критические замечания, ну, не замечания, а статьи на каких-то концертах. Вот, скажем, читал я, но это было, опять же, довольно давно, может быть, лет пять назад, о сольном концерте довольно известного молодого музыканта, и все было вроде бы как «Хорошо, хорошо», а потом он сыграл на пьесу собственного сочинения, и этим, в общем-то, полностью перечеркнул, зачем вот играть свое веселенькое произведение после Бетховена. Так было написано? Ну, посыл был, наверное, такой. Ну, ты знаешь, это, конечно, не чисто плотность человека, который это писал, потому что даже самый яростный вообще критик, он никогда вот себя, ну, чувство же так, это должно быть, да, то есть можно написать вот не употребляя ни одного негативного слова так, что человек все поймет, да, ну, это как пример. Но, слушай, бывают же и позитивные статьи, кстати говоря, в последнее время вот помнится, да и во времена конкурса, да, собственно, там, Сочковского, и потом это как-то сейчас тема развивается, когда пишут в сети, то есть какие-то группы, какие-то порталы с переменным успехом, вот что-то хорошее, по-настоящему талантливое тебе вспоминается, или все это так, это, ну, желтый, это желтухоль, это бульварная пресса, а-ля. Ну, в сети на самом деле больше какие-то натыкаешься на мнения с форумов или что-то там. Да-да-да, ну, вот хотя бы, да. Ну, я к этому прям отношусь весьма странно. И тех, кого касается написанное, прям вот лучше им не читать и не знать про это. Вот это мое искреннее мнение. Особенно вот, скажем, во время конкурса нужно вообще там... Нет, это понятно. Ну, ладно, написано там, если что-то полезное, но полезное бывает настолько, ну, надо разгрести. Ну, просто почему у меня такой возник вопрос, как бы, да, потому что, смотри, люди, которые, ну, допустим, они меломаны, заядлые меломаны, они постоянно ходят на концерты, но они все равно, вот, ну, не музыканты, они опираются, вот им нужна эта точка опоры, потому что они там отчитаются и говорят, этот плохой, этот хороший, лучше Бетховен играет, а вот этот мне там вчера приснился, я вообще его люблю, ну, то есть какие-то такие вещи, да, сумасшедшие. То есть, получается, качество критики, ну, все-таки как-то нужно контролировать, она должна быть нормальной, адекватной, потому что вот я задаю себе иногда вопрос, вот чем занимается консерватория в плане выпуска вот этих музыковедов? Ведь их достаточно много, то есть, но почему-то из них никогда не получается. Хороший критик, вот реально такой профессионал, который, понимаешь, все острые углы как-то сможет смягчить, если надо, как-то выделить как бы на фоне, да, тех, кого надо, то есть это будут не просто какие-то рандомные люди, а вот именно нормальный какой-то критерий, да, понятно, что все субъективно, но чтобы это хоть как-то в какие-то ворота лезло. Плюс у меня еще вопрос, почему, допустим, всех этих музыковедов не запустить какое-нибудь менеджерское звено, что тоже, конечно, бездарно, я понимаю, с моей стороны такое говорить, потому что они, наверное, тоже все запороли, вот, потому что нужно в этом понимать немножко больше, чем музыковеды, ну, просто это как вот как идея, мне кажется, что этого не хватает в нашем музыкальном мире. Ну, да, я на самом деле с тобой согласен, но тут такой вопрос, если, ну, вот, учитывать пользу от всего этого, сколько людей, пришедшие в концертные залы, ну, вот, пришли по рекомендации, допустим, критиков, кто-нибудь ведет эту статистику или нет? О, слушай, я не знаю, кто ведет эту статистику, но по поводу даже тех групп, которые я сейчас не хочу называть в онлайне. Это мне кажется, что ничтожно малый процент, что по большей части здесь реклама, наверное, дает. То есть, получается, кто? Сотрудники консерватории или филармонии? Ну, это немножко разные команды, поэтому я не хочу их объединять воедино. Разные уровни. Я просто не представляю, как можно критические статьи в журналах, чтобы они были настолько популярны, чтобы... Нет, ну почему? Так бывает. Вот смотри, я тебе приведу пример. Ты летишь в самолет, такой бизнесмен, короче, опа, достаешь аэрофотовский журнал, опа, открываешь, там Дима Маслеев. Было? Сто процентов было. Потому что, ну как бы, когда я работала в музыке, да, эти вещи... Кстати, это было развернутое, скорее, интервью. Ну смотри, интервью. Я просто имел в виду, скажем, какой-нибудь разбор концерта, вот там, приехал тот-то пианист, играл то-то-то, играл так-то-так-то. Следующий раз мы приедем, там, в лучшем случае, через год, а может быть, и через два. Будет другую программу играть. Да. И что делает этот человек, который это прочитал? Ты думаешь, что? Если ему неинтересно, он забывает об этом. Но если его как-то цепануло, он заходит в Google, он набивает, как бы, да, свое имя, ему выпадает список, как бы, того, что ты играл за всю свою жизнь с детского сада, и сразу же выпадают эти вот статьи. Я почему-то сказала, что, как бы, это влияет не в тот момент, когда ты собираешься пойти в концертный зал. Нет. Или когда ты из него вышел, и ты хочешь больше узнать. Нет. То есть, это формирует мнение того человека, который еще по сути, в общем, то есть, знаешь, он как бы, он чистый лист, но вот этот отпечаток уже свой накладывает. Мне просто показалось, это тоже интересно, вот я подметила, что они формируют фальшивые какие-то иногда вещи, вот просто бездарными статьями. То есть, это не талант или бесталантность исполнителя, а бесталантность тех людей, которые находятся около этого пространства. я не так много читал, чтобы подобных статей, чтобы все же прямо ответить тебе на этот вопрос. Слушай, Дима, всю жизнь, на самом деле, мне было интересно спросить, вот, а ты любишь современное искусство? Вот, там, изобразительное, там, или, не знаю. Я обожаю искусство, но не в том плане, в каком вот современном изобразителе искусства, которое там. Ой, замечательная фраза же, Цискоридзе. А ну? Ты не видела из интервью там? Ну, может, ты видела, просто я нечестно. Ой, сейчас, господи. Нам тут столько комментариев пишут, что я тут тебе говорю про маркетинг, а не про критику, ну, как бы, естественно, потому что, собственно, пишет маркетолог, как бы, ему виднее, естественно, он прав. Ладно, в общем, современное искусство, которое не требует мастерства, современное искусство, которое, ну, скажем, ну, все же, процитирую, да, говно на столе, вот это, это просто, я не понимаю, в принципе, более того, я не понимаю, как это стало популярным в определенных кругах, как это стало цениться в определенных кругах, более того, и цениться довольно дорого. А вот все проявления современного искусства, включая, скажем, даже видеоигры, это очень классно, здорово, развивается семимильными шагами. Дима, и еще такой вот вопрос, но не то чтобы каверзный, он выходит из этого современного искусства, вот мы уже выяснили, что тебе нравится эта темная атмосфера, ну, как бы, справедливо, а что вот по поводу арт-кластеров, ну, ты же, наверное, бывал в Москве, ну, хоть на каких-то, там, не знаю, тот же арт-клей, там, винзавод или что-то такое, ну, которые вот именно лофтовые, но лофтовые, как бы, в оригинале, то есть не такой лофт, как у меня, да, у меня блэкбокс, там своя история, а вот именно, вот что называется, тот самый квартал в стиле лофт, когда кирпич, когда вот эти вот лофт на там партюшке. это очень классно выглядит. Да, вот такая вот атмосфера для концерта, вот тебя бы заинтересовало, если бы тебе предложили, может быть, ты уже играл в таких площадках в Европе, например, может, в Москве... Да, было дело один раз в Германии, там есть салон Кристофори, по-моему, называется, это прям такой ангар или склад, но он прям трушный, там прям все пыльно, там вот пальцем проведешь, и у тебя останется. А что это было за место, как это называется и в каком городе, в Берлине, наверное? В Берлине, да, салон Кристофори. точно, в каком городе. Но там часто довольно играют концерты, вот, там то ли какая-то мастерская, то ли что-то, то ли склад, рояль, там вот очень много всяких разных инструментов, кто-то разобранный, стоят разномастные стулья, я не знаю, сколько человек помещается, может быть, 150, может быть, 200, может быть, меньше, может быть, больше, я сейчас, наверное, ошибусь. Ну и неплохой рояль вот на подмостке. А вот сам формат, то есть, это просто вот концерт, или там есть конференция? это абсолютно просто концерт, и потом какое-то такое общение с публикой, но внутри уже. А там есть коктейль? Что? Ну, коктейли есть у публики? После, да. А, то есть такого. Хотя надо до. Ну, вообще-то да, я поэтому и спросила, или лучше во время, ну, если тихонько с коктейлем, это, по-моему, ничего страшного, получить двойное удовольствие. Потому что, ты знаешь, вот моя аудитория в локте, они такие, знаешь, веселые ребята, вот ко мне часто молодежь подходит и говорит, Алиса, так здорово, что вот можно было с собой взять, вот тихонько так и пронести в стаканчике что-то такое, ну, которое поднимает настроение. Потому что, Шостакович, вот, я в этот раз понял, просто вот понял и все. Вот теперь мне не страшно. Вот я как-то вот проник в эти миры. Я когда слушаю такой, как бы, отзыв, я, с одной стороны, немножко мне как-то стыдно становится, что только после градуса определенного они начнут понимать, что это такое. А с другой стороны, я понимаю, что все средства хороши, тем более, ну, а что здесь такого? Вообще, я получил удовольствие. когда человек очень искренен и готов принимать, очень хорошо. Да, ну, это такой, конечно, смелый опыт. А у тебя не было таких отзывов, когда вот говорили, что там сегодня вот концерт как никогда, но вот особенно после бокала вина, или у тебя все-таки приличные люди? Не, мы так только шутили, вот, ну, когда с Марком Бушковым играли там Сонату Шостаковича, что вот это для публики очень сложно будет, и там, ну, и инфаркты будут после. Ну, Сонату Шостаковича, да, действительно. Слушай, Дима, а вот твои друзья, которые, ну, не музыканты, такие же есть, когда они ходят на свои концерты, они уже научены, я так понимаю, горьким опытом, все-таки, как говорится, вы не вчера родились, вот, всю жизнь, наверное, ходят на свои концерты. Как они воспринимают? Что они тебе говорят? Просто классно было, чувак, ну, я просто спрашиваю на уровне, понравилось, не понравилось. Да, и все. Ну, да, вот. Ну, в основном, всем нравится, да. Вот, и нет, ну, если какая-нибудь программа такая, ну, я никогда не играю экстремально странных произведений, которые, опять же, я отношусь, отношу вот, вот, к этой категории, когда, ну, я, я не принимаю, не понимаю, не хочу понимать, и не хочу принимать, и слушать не хочу, вообще касаться этого не хочу. Вот такого я не играю, но, безусловно, там, тот же Шостакович, я прекрасно понимаю, что это может быть сложно для восприятия, в первый раз. Ну, мне что-то мне нравится, мне нравится, что у тебя такое потрясающее чувство юмора, и такая хорошая, знаешь, вот, доза, доля, ироника всему вот этому вот делу, ты знаешь, это редкость, редкость для нашего мира, и это очень, знаешь, очень греет душу, мне кажется, что народ это точно уже оценил. Дима, спасибо тебе большое за беседу, я тебе желаю здоровья и энергии, прежде всего, в этот тяжелый период, ну, а дальше, дальше уже по ситуациям. Да. Чтобы все быстрее восстановилось. Да, конечно, тогда увидимся в лофте, программу я, конечно, изменю, потому что я тебе давал программу, она уже не актуальна. А, ну, хорошо, хорошо, дорогие друзья, вам Дима объявит сам программу, которую он будет играть в лофте, да. Ладно, что-то и буду играть из разряда так. На релаксе, да? Ну, нет, там релаксом и пахнуть не будет. Ух ты, слушайте, будет горячо, ребят, ну что, 12 июня у нас по плану стоит концерт Дима в лофте. Да, 20.00, приходите. Все, пока-пока. Всем счастливо. Спасибо, счастливо. Ну вот и осталось 27 секунд. Видите, мы сегодня прямо, ну, точно, точность, вежливость королей. Вот вам лофтерапия. Сегодня очередная серия, но мне кажется, что у нас все очень получилось, так сказать, трушная такая история. Дорогие друзья, спокойной ночи, завтра мы с вами опять, возможно, увидимся в 12.00, вот это не точно, но будем надеяться. Так что мирное тело с вами прощается. Пока-пока. Пока-пока.